добрый день друзья как я уже говорил в предыдущих своих роликах что есть позитронная электронная энергия сегодня будем готовить воду которая будет насыщена электронными то есть мы будем получать электронную воду для этого приготовлена такой стенд источник питания высоковольтный где две клеммы на отрицательная другая положительная сейчас электроды соединены к отрицательной клемме они будут заряжать конденсатор расположена в этой вот головки и также распугает расположена магнитная система пендикулярным я уже говорил осказывал что устройство дало максимальный результат активации биологической активности по биологической активности то есть у меня были выращены троски свеклы и те которые были политы водой и вот из этой вот из этого устройства после обработки они все выжили все прекрасно развиваются один почти практически ни одно растение не погибло поэтому интересно было бы продолжить эксперименты в этом плане и вот данный эксперимент даст нам возможность зарядить воду электронами то есть накачать туда электроны как отрицательного электрода идет поступают электроны они накачивают воду окружающие пространства то есть это донор 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 электроны и чего-то положительного электрода есть имеем дело с позитронами ведут себя несколько по-другому является как бы насосом выкачивать электроны из окружающего пространства тем самым различные вещества в частности воду обедняют электронами замерим а в.п. такой приборчик у него помещаем перед зарядкой воды в воду измеряем а в.п. и был бы все откалиброван показания верные 220 милливольт оказывает водичка сушим электрод пробуем промывать в дистиллированной воде пока не выключаем прибор все нагревается и начинаем эксперимент включаем это начинается работать специальный датчик который инвестрирует статическое поле берем чтобы он нам не мешал своими звуками странными начинаем обработку воды дается очень высокий потенциал и вода накачивается электронами становится заряженной сейчас мы все это промерим такой процессу и быстрый традициями отключим прибор включаем прибор разряжается потихоньку разряжается конденсатор заряд немножко остается сольем остатки воды она тоже зарядилась вот и смотрим прибором или что поверхности и заряд когда двиня что было она приобрела заряд вот сожалению заряд сохраняется достаточно малое время то есть его нужно эту воду если вы пьете вот так как электронные он очень полезны нашу организм и водичка получила заряженная смотрим в пп эти воды практически не изменился такой же зарядки не произошло видимо необходимо подольше водичка стала заряженной заряд и можно использовать дальнейшем для питья с помощью воды в общем то решать какие-то проблемы внутренние следующий раз будем заряжать воду положительным зарядом посмотрим в пп что с ним происходит сделан соответствующие выводы этом заканчиваем до следующего ролика добрый день следующий опыт мы проводим водичку берем вот изменяем ее в ппп перед началом ВП мили вольтах 228 значение и сейчас мы будем заряжать воду положительным электродом измерять после обработки ВП метром посмотрим что у нас произойдет Поле достаточно мощное поле Взливаем колечку передается положительный заряд то есть выкачивается электрон из воды Закончился процесс Посмотрим если заряд Включаем устройство Заряда нет Пусть электронов здесь и здесь позитроны Смотрим как изменилось ВП Нужно ВП увеличиваться В стороны положительные Посмотрим ВП не изменилось Смотрим практически Ничего не происходит Сейчас проведем следующий опыт Подсоединим два ее клеммы Плюсу и минусу То есть пропустим Воду через Называемый торсионный генератор Вектор пойтинга Следующий опыт наш Такая водичка Из нее выкачаны электроны Здесь положительный заряд Следующий ролик Добрый день друзья Это третий опыт Мы подсоединили обе клеммы К положительному и отрицательному полюсу Таким образом у нас получился Некий торсионный генератор Вот это устройство Оно было испытано Проращивание растений Дало очень хорошие результаты То есть Все растения выжили Развиваются Не погибли В результате стрессовой ситуации Когда полив был прекращен Практически на неделю И в общем-то Растения выдержали Этот стресс Там где они были политы И пророщены Вот на этой водичке Вот И сейчас мы будем проводить эксперимент Заверим ОВП Перед началом И после окончания опыта 224 Вним датчик И включаем прибор И вот электричество Обрабатываем воду Водичка обработалась Включаем прибор И смотрим заряд А, заряд есть В всякий случай Вытаскиваем из розетки Заряда нет То есть это была Доводка от розетки Смотрим ОВП ВВП не изменился Какой был такой и остался Завет То есть ОВП В процессе обработки Не меняется Но вода Приобретает Некие свойства За счет того Что Облучаются Эктомагнитные компоненты То есть Она структурируется В процессе обработки Вот На приборах Это не проявляется Явным образом Но Несмотря на это В общем-то Водичка Приобретает Особые свойства На этом Заканчиваю ролики Цикл роликов Посвящен обработке воды Вот В таком устройстве Выставляющий собой Конденсатор С магнитной системой Где пластинки Которые смотрят Друг на друга Образует зазор Где посверлено Отверстие И через Это сверстие Идет вода Видно отверстие И С другой стороны Расположена Магнитная система Дополнительно Структурирует воду Влияет на ее Характеристики Такой прибор Который подключается К такому блоку питания Лампа Чижевского Высоковольтный источник питания Получается Вот Такая водичка На этом Заканчиваю ролики По данному Эксперименту Субтитры создавал DimaTorzok